Почему тебе нельзя носить джинсы или штаны в обтяжку? Сегодня мы с вами поговорим на эту тему. Я рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. И сегодня я крайне рекомендую досмотреть это видео. Обязательно подписаться на мой канал, потому что эта информация, как и не кажется, немножко абсурдной, немножко смешной, но она очень полезна для вас и для вашего здоровья. Если вы будете соблюдать эти совершенно простые правила, совсем скоро вы увидите потрясающие результаты. Потрясающие результаты связаны с повышением либидо, с улучшением кровоснабжения. То есть будет намного меньше проблем, которые раньше вас очень-очень беспокоили. Даже проблемы с желудочно-кишечным трактом. Казалось бы, вроде бы, при чём здесь джинсы и при чём здесь желудочно-кишечный тракт? Но на самом деле эта связь есть. Как только вы покупаете неправильно подобранную одежду, неправильно подобранное бельё, происходит давящий эффект, в том числе, на ваш кишечник, на ваши органы малого таза. То есть происходит нарушение кровообращения. Да, это чаще всего проявляется проблемами с либидо, с потенцией, с сексуальными проблемами и так далее. Но, тем не менее, очень часто гастроэнтерологи активно стали про это говорить. Если раньше про это как-то не относились абсолютно к этой проблеме никак, то сейчас активно гастроэнтерологи говорят, что да, одежда, которая сильно давит, одежда, которая как бы вот тебе маловато, она действительно негативно влияет и на желудочно-кишечный тракт в том числе. То есть происходят проблемы с кишечником. Вот те самые проблемы метаболизма, проблемы урчания и так далее, газообразование повышенного, они все будут. Поэтому, друзья, крайне рекомендую всё-таки в этой проблеме разбираться. Подписаны ли вы на мой телеграм-канал? Если вы ещё не подписаны, прямо сейчас переходите, подписывайтесь. Первая ссылка в описании под этим видео. Прошу прощения в телеграм-канале. Специально для вас, мои дорогие. Абсолютно бесплатно я буду проводить очень интересный курс. И мы с вами будем восстанавливать ваше здоровье, вашу энергию, вашу продуктивность, ваши либидо. И как следствие вы будете намного больше зарабатывать. Поэтому я каждого из вас жду. Первая ссылочка в описании. Совсем-совсем скоро и абсолютно бесплатно. Ну что, давайте сегодня мы с вами поговорим о белье, а именно о штанах. И эта проблема касается, конечно же, не только мужчин, но и женщин. Женщины тоже у нас любители покупать тебе джинсы на размер поменьше, как и мужчины. То есть одно время это прям было супер-мега популярно. И эта модель джинс пользовалась всегда огромным спросом. Поэтому и мы получили огромное количество осложнений. То есть все взаимосвязано. Понимаете, даже по одежде мы можем определить какую-то волну новых заболеваний. Понимаете, насколько это вот все взаимосвязано. Как только эта модель джинс появилась, стала популярна, мы что увидели? Мы увидели повышение процента бесплодия. Я как гинеколог могу сказать, что у женщин, я не могу сказать, что это связано на 100%. Вот не надо здесь про это говорить. То есть 100%, что вот у тебя бесплодие, потому что ты ходишь в таких джинсах, такой параллели нет. Но если мы говорим о том, что а влияет ли, то, конечно же, влияет. Правильно подобранная одежда влияет в том числе на кровоснабжение ваших половых органов. Влияет? 100% влияет. То есть без этого абсолютно никуда. Да, огромное влияние на это есть. Следующий момент. Если мы говорим про в целом кишечник. Да, гастронтерологи. Если, как я уже сказала, повторюсь раньше, об этом вообще не было никаких разговоров. Но мы сейчас получаем, что практически у каждого второго человека есть жалобы на бурление, на метеоризм, на газообразование. И мы потом, а откуда же это вот взялось? Вот откуда же? Вот не было, и вдруг вот взялось. Да, неправильное питание занимает лидирующее место. Да, малоподвижный образ жизни занимает второе место. Но третье место мы спокойно можем отнести как раз таки вашей одежде. Плюс ко всему проблема в том, что ладно бы вы только в этих обтягивающих джинсах там иногда ходили, вы ходите в них достаточно часто. И часто в одних и тех же джинсах вы ходите годами, годами. То есть одну модель выкинули, пришли в магазин, купили точно такую же. Да, и соответственно происходит вот этот вот эффект пережимания, то есть застаивание кровообращения. Это проблема, проблема серьезная. То есть как происходит застой? Мало того, что изменяются репродуктивные функции, появляются различные заболевания. То есть застойные явления у мужчин это простатит, у женщины это различные те же эндометриозы, те же кисты, потому что откуда мы говорим, а откуда же вроде это появилось? Да, это влияние гормонального фона, безусловно, но в том числе это проблемы с кровообращением. То есть нужно двигаться. А если мы не двигаемся, мы неправильно питаемся, да мы еще себе все одеждой перетягиваем. Ну не просто так. Раньше древние люди ходили в тазобедренных повязках. Я не пропагандирую, безусловно, тазобедренные повязки. Но в этом была доля истины. Ведь не было такого процента бесплодия, как сейчас. Ночью мы одеваем опять же непроветриваемую одежду какие-то, да, эти опять же трусы, эти в обтяжку, что у вас там все стянуто внутри, вы еще спите, соответственно, в совершенно неправильном положении, и ваши органы половые находятся в таком же неправильном положении. Это действительно проблема, причем проблема серьезная. Чем больше вы можете этот факт оставить абсолютно в покое, посмеяться, что, ой, да, о чем идет разговор. Но как только вы начнете соблюдать эти простые правила, вы уже увидите изменения в вашем здоровье. Вы уже увидите приятные изменения в ваших половых органах. Вы уже заметите значительное улучшение потенции либидо и, возможно, если планируете беременность, наступление беременности. Поэтому это все взаимосвязано. Про это нужно помнить и подбирать все-таки одежду, чтобы она была вам комфортная, более-менее свободная. Не покупайте одежду, в которой вам некомфортно, которая вам давит, в которой вам неприятно. Не покупайте такую одежду, и тогда вы увидите уже в ближайшее время потрясающие результаты. Друзья мои, я каждого из вас жду в своем телеграм-канале. Обещаю, что вы не пожалеете. Первая ссылка в описании под этим видео. Я вам желаю всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока. И помните про правильные джинсы. Редактор субтитров А.Семкин